Форум территориальных общественных самоуправлений – это новая форма работы взаимодействия и сотрудничества, созданная по инициативе Законодательного собрания Краснодарского края. И форум уже доказал свою востребованность и эффективность, представив прекрасные возможности для общения и обмена накопленным опытом для самых активных общественников Славянского и Красноармейского районов. Если местные власти держат руку на пульсе жизни, общаются с жителями, знают их проблемы и пожелания, то там, как правило, хорошо идет работа по благоустройству и решению социальных вопросов. И лучше всего связь между властью и народом поддерживают активисты местного самоуправления, поэтому им уделяется большое внимание. Председатели ТОСов, главы сельских поселений, представители районных властей, активные общественники двух соседних районов собрались в зале Дома культуры прибрежного сельского поселения, чтобы обсудить работу самоуправлений и найти способы ее улучшения. Председатель Совета Славянского района Григорий Литовко объявил форум открытым. Председатели ТОСов присутствуют сегодня в нашем зале. Вместе с жителями вы помогаете власти продвигать решение таких важных вопросов, как установка детских площадок на устройство дворов на квартирных домах и в преддомовых территориях, частном секторе, строительство ленистоков, озеленения и многих других вопросов. Совместно работается легче, многое получается. Администрация района и поселений благодарны вам за такую поддержку и взаимопонимание. После того, как председатель Совета Красноармейского района Алексей Юрьев рассказал о достижениях местного самоуправления в сельских поселениях соседнего района, своим опытом поделился глава Анастасиевского сельского поселения. Работа ТОСов, конечно же, она многогранна. Она включает вопросы и благоустройства, озеленения, решения вопросов, здесь коммунального комплекса, социальные вопросы и многое-многое другое. Также не остаются в стороне организации праздничных мероприятий на территории каждого ТОСа. Своеобразной изюминкой в работе поселения является проведение праздников, дней кварталов и хуторов, где честуются семьи с новорожденными, первоклассники, семьи, серебряные и золотые юбиляры и долгожители. И в Славянске-на-Кубане есть положительный опыт взаимодействия общественников с жителями и властями в организации сердечных праздников, которые способствуют сближению соседей. Мы проводим праздники квартала. У нас очень много проходит встреч с главой города, главой района, где оповещают о работе администрации. И в таком живом общении люди знают, какая работа проводится. У них есть вопросы, на них есть ответы. В общем, так мы и живем. Форум – это распространение передового опыта, возможность показать что-то новое в практике этой работы. Территориальное общественное самоуправление – это реальная сила. И в этом убеждена председатель товарищества, которое находится в центре станицы Полтавской. Ответственность, конечно, большая. Это центр. Очень много людей проходит, именно приезжает и проходит. И поэтому он должен быть красивым, ухоженным. Очень много у нас цветов. Ну, люди, конечно, разные есть. С одними можно просто поговорить, они легкие, на подъем, как говорится, сразу. А с другими – личным примером. Личным примером. Некоторые вот сидят и думают – да не, не пойду. А потом смотрят – один вышел, второй, третий вышел, убирает там. А почему сидим? И выходят все. И так вот общими усилиями мы делаем наш центр, центральные улицы красивыми. Депутат Законодательного собрания Кубани Виктор Чернявский назвал себя помощником квартальных и сказал, что не представляет эффективной работы с населением без постоянного взаимодействия с квартальными или председателями территориальных самоуправлений. Ценность вот этого нашего общения в том, что мы не только итоги подводим, а можем посмотреть, вот, а как живет таринная территория. У нас же есть и специфические вопросы, а есть общие проблемы. Хочется, чтобы красиво было, уютно. На мой взгляд, прибрежному сельскому поселению это удается. И благодаря тому, что население очень активно участвует, благодаря тому, что хорошее сотрудничество с головным предприятием, благодаря тому, что живут традиции и так далее. Что-то каждый увезет, где-то дома притворит, уже мы стали ночью богаче. И не случайно, наверное, на форуме было проведено награждение участников и победителей конкурса «Самая благоустроенная территория Славянского района». В номинации на лучший подъезд многоквартирного дома честовалась за победу Галина Ищенко из поселка Забойского. У нас красивый подъезд. Почему? Потому что в нем добрые люди, талантливые, дружные. А к нему еще прилагается ремонт, красивые покрашенные стены, выложены плиточкой, ступеньки, допустим, площадки. Что еще? Дверь хорошая, крыльцо красивое. Сейчас выкладываем тротуарную плитку возле подъезда. После награждения лучших была принята резолюция форума «ТОС. Территория объединения и созидания». Затем проведена экскурсия по поселку Совхозному, где есть отличный парк с аллеей трудовой славы. Андрей Вишневский, Георгий Калинин. Программа «События». Лучшие стены садоводства.